Добрый день, дорогие друзья, зрители и слушатели канала iNews и Чкерия News. Этот выпуск посвящен убийству украинского писателя Цвета, украинской словесности Виктории Амелины, которая погибла от расистской ракеты. Украинцев, представителей украинской нации и украинской культуры убивают давно, с 2014 года. Но почему эта смерть должна привлечь внимание всего мира? И почему за этой смертью должны последовать действия? Когда несколько месяцев назад в Тарту состоялся поэтический фестиваль, на котором украинские писатели и поэты призывали не ставить на одну доску страдания хороших русских по русской культуре и элементарное убийство украинцев, в это время так называемые хорошие русские, в том числе Виктор Шендерович, устроили истерику с тем, что это очередной еврейский погром со стороны украинцев, потому что к фестивалю не допустили поэтессу Ленор Горалик. Тогда украинские поэты и писатели пытались объяснить и разъяснить, что Ленор Горалик как раз представитель той самой русской культуры, носителя русского мира, которая пытается навязать сегодня западному миру важность сохранения русской культуры. И тогда поднялась целая волна защиты со стороны хороших русских Ленор Горалик. Украинцы тогда не были услышаны в достаточной степени. И с этого момента я считаю, что такие люди, как Виктор Шендерович, должны были остаток своих дней посвятить именно украинцам защите их жизни и их культуры. Вместо этого Виктор Шендерович бессовестным образом привлекал внимание к себе. Он сделал несколько постыдных заявлений, в которых говорил, что ему необходимо сохранить Российскую Федерацию, он не позволит украинцам разрушить его страну, Российскую Федерацию, и не позволит разрушить русскую культуру. Он не даст расправиться с Пушкиным, Толстым, вместо того, чтобы встать на защиту украинцев, которых сегодня убивает его страна. Вместо этого он самым постыдным образом продолжил свои эстрадные концерты, на которых пропагандирует расистскую культуру. Расистская культура и расизм в Украине на уровне Верховной Рады Украины уже признана террористической. Так вот, я как человек, который с 9 апреля 1989 года, после того, как расисты не только убили, не только посигнули на жизни грузин, но и посигнули на грузинскую культуру и грузинскую историческую память в лице самого яркого представителя грузинской культуры Звиада Гамсахурди, я много лет пыталась взывать к совести русских и к морали русских. Сегодня я уже не взываю к морали русских, я не взываю к совести русских, я взываю к закону, я требую запретить расистскую культуру на территории европейских стран. Я призываю запретить такие сборища хороших русских, так называемых русских либералов, как это произошло 6 июня в Европарламенте. Рашистская культура, которая пропагандирует расизм, должна быть запрещена на территории Евросоюза.